Лето, солнце, жара, и в Краснодаре катастрофически не хватает пляжей для того, чтобы нырнуть, окунуться и сразу охладиться. Но выход есть всегда. Буквально в 30 километрах от города Краснодар, в станице Денской, есть муниципальный оборудованный пляж. А насколько на нем комфортно находиться, мы сейчас вместе с блокнотом будем проверять. На наш взгляд, пляж комфортно оборудованный для людей, которые боятся обгореть или просто хотят спрятаться от яркого летнего солнца, можно спрятаться под навесом. Говорят, чисто там, где не ссорят, а где не мусорят. И здесь на пляже есть свои правила. Первое правило с животными прогуливаться здесь запрещено, курить здесь нельзя, распивать спиртные напитки, соответственно, тоже нельзя. И главное, мусор нужно выбрасывать в специальные контейнеры, которые здесь тоже предусмотрены. Как отдыхаете? Отлично. Вы откуда приехали на реку? С Краснодара. Вы про этот пляж знали? Да. А уже не первый раз здесь? Да. Вам все нравится? Все отлично. Как часто приезжаете? Каждый выходной. Тут родственники возраста приходится приезжать. А вода теплая? Отлично. Хорошая. А вы не знаете? На сапах покатались. И на сапах катались. А как вы думаете, а вода чистая здесь? Пока еще, да. А попозже будет, нет? Попозже, наверное, нет. Пляж оборудован всем необходимым. Есть мини-бар, где продаются сладости. Есть животные, чипированные, между прочим, которые вам рады всегда. По спасателю тоже имеется. И то, что должно быть на каждом пляже, это медпункт. Он тоже есть, поэтому за помощью можно в любую минуту обратиться. Ну и, конечно же, уборные. Они, по-моему, комфортабельные, чистые. Но мы сейчас проверим. Итак, ну что, довольно-таки чисто. Приятно пахнет. Что могу сказать? По-моему, все замечательно. Лучше быть не может. Как вам отдыхается? Отлично. Как часто приезжаете на пляж? Каждый день. А вы вообще откуда? Из белых роз. А, тогда все понятно. А вот сегодня как-то немного людей. Это всегда так? Да нет, достаточно много людей. А сколько? Это много людей? На море людей намного больше. Здесь комфортнее, чем на море. Матросская шапка, бинокль в руке. Слежу я за гражданами отдыхающими, которые отдыхают на этой реке. На пляже, на берегу реки Качаты, находится спасательная вышка, в которой ежедневно дежурят два спасателя. Кроме понедельника, потому что по понедельникам на пляже ведется санитарный день. Под зонтиком прячьтесь от солнца. Да, от солнца. А там есть места, где можно спрятаться? А я хочу поближе к морю, к воде. А вы уже плавали? Сейчас нет еще. Вот у меня семья моя плавает. Я пока наблюдаю. Как часто на пляж приезжаете? Очень часто. Так, а вы откуда? С Краснодара. Как узнали про этот пляж? Потому что мы не знали ранее. Знаете, я раньше тоже не знала. Я узнала только в том году. Просто случайно от наших знакомых. И когда мы сюда приехали в том году, и мы решили, что нам больше моря не нужно. Тут ехать до воды 20 километров. А до Геленджика в пробке 6-7 часов. Так что мы теперь только здесь. Комфортные переодевалки тоже имеются. Поэтому дело за малым. Только надеть купальник и отправляться в пласть. Вуаля! И я готова. Я как настоящий эксперт. Это дневка. Сейчас захожу в полу для того, чтобы, собственно, нужно ее проверить. Но по мне так прохладно. Это только ради вас. Я люблю температуру воды 30 градусов. Но она значительно меньше. Ну что? А? Плыли? Плыем. Знаете, человек, который любит градусов воды плюс 30, ему в воде сейчас не комфортно. Это я. Раз, два, три. Подписчики и читатели Бластон Крастадар. Специальный трюк для вас. На пляже есть душ и даже душ для ног. Туда мы сейчас отправимся. Помоем ножки на дорожку.